Тема вебинара «Умение аргументировать точку зрения на уроках истории» проведет вебинар Роман Викторович Пазин, кандидат исторических наук, автор пособий нашего издательства. Материалы сегодняшней встречи, презентацию и видеозапись можно будет скачать сегодня на нашем сайте. Сертификаты участника в электронном виде отправляются автоматически по завершению вебинара на вашу электронную почту. Уважаемые коллеги, если у вас возникают вопросы к лектору, пожалуйста, адресуйте их в чат. А я желаю всем успешной работы и приглашаю к разговору нашего лектора. Роман Викторович, пожалуйста. Добрый день, коллеги! Наверное, меня слышно и видно. Действительно, сегодня у нас с вами тема по формированию у учеников умения аргументировать точку зрения. То есть мы рассмотрим методические подходы, как выстраивать работу по формированию достаточно сложного интеллектуального умения на уроках истории применительных. Потому что, конечно, аргументация с точки зрения метапредметного умения формируется на многих уроках, но имеет определенную специфику применительных к истории. В качестве актуальности темы скажу, что такое задание присутствует у нас с вами на Едином государственном экзамене. Это одно из самых сложных заданий Единого государственного экзамена. Даже историческое сочинение было проще по статистике. Но сейчас оно изменилось, и статистика, конечно, ухудшится. Но все равно, мне кажется, 24-е задание будет очень-очень сложным. В этом году в него внесено изменения в плане оценивания. То есть только в плане оценивания. Об этом я подробнее скажу чуть позже. Но что касаемо статистики выполнения заданий, то есть вы видите, что она находится примерно от 15 до 20%. Это свидетельствует о том, что это трудное задание. Поэтому в издательстве есть пособие, обратите внимание, тематические задания высокого уровня сложности, где вы по темам, в принципе, найдете достаточно много точек зрения, которые вы можете использовать в учебном процессе, начиная с 6 класса, адаптируя их и до 11, но и на всяких факультативах, дополнительных занятиях. То есть вы можете тоже использовать задания из этого сборника. То есть, ну, конечно, нужно следить за актуальной информацией, но тем не менее мы стараемся сделать методический инструментарий, да, то есть который позволит вам работать на уроках. Ну, такая статистика Единого государственного экзамена связана, конечно, со сложностью задания по тому, что требует, что требуется в задании. Так, коллеги, а только звук исчез у Татьяны Викторовны или у кого-то еще. Напишите, что меня слышно, чтобы я убедился. И что все хорошо. А, все хорошо тогда. Это значит обновите страницу. Спасибо большое. Ну, связанная, я уже сказал, да, статистика выполнения низкая со сложностью самого умения. Второй момент – это, конечно, то, что требуется на экзамене. Подробно сейчас с вами еще раз рассмотрим. Обратим внимание на модель оценивания. Ну, и третье – это сами точки зрения, конечно. Разработчики иногда проявляют чудеса разнообразия и дают не совсем, наверное, точки зрения историков, да, а такие моделированные примеры, которые необходимо фактически аргументировать. То есть, хорошо. Ну, вот про пособие сказал, больше про него говорить не буду. То есть, многие задания можно посмотреть в нем. Так, секундочку. Идемте. Ой, дальше, извините. Ну, если говорить о структуре классического доказательства, то, конечно же, методисты выделяют, что нужно сначала выяснить, что же требуется доказать. Либо вывод из учебника, либо свое мнение, либо сделанный вывод, да, или опровергнуть его. Но, и здесь нужно четко понимать о том, что нужно работать именно с высказанным тезисом, да, либо выводом из учебника, либо каким-то своим выводом, да, то есть, но аргументы подбирать нужно непосредственно под тезис. Это трудная работа, на самом деле, потому что наши ученики стремятся проявить, ну, такой репродуктивный уровень, да, когда воспроизвести уже готовые шаблонные аргументы. Да, точка зрения может быть сформулирована очень-очень по-разному, поэтому требует интеллектуальных умений. Поэтому вот собственные задания это и проверяют, и нужно стремиться в ходе учебного процесса это достигнуть. Второе, конечно, нужно подобрать доводы, но в истории, конечно же, это исторические факты, потому что, по большому счету, в истории, да, нельзя аргументировать с помощью художественных произведений. Или с помощью каких-то моделированных примеров, да, то есть, довод, он базируется на конкретном факте, который произошел. Дальше. И, собственно, желательно крайне, да, ну, классическое, да, рассуждение проявить, которое связывает довод с той мыслью, которую нужно доказать или опровергивать. Ну, собственно, вот она нехитрая композиция, да, то есть, поэтому, конечно, аргумент, да, должен всегда объяснить, почему факт подтверждает или опровергает выдвинутый тезис. Ну, условно, ученикам можно это формулой показать, да, по структуре, что аргумент состоит из факта и его объяснения, пояснения, каким образом он доказывает или опровергает точку зрения. И это должно быть понятно и логично. Если продолжить, да, к применительным к 24-му заданию, да, собственно, вот это очень важное пояснение, то, что на экзамене аргументом признается только какое-то теоретическое обоснование, которое имеет, подкреплено оно каким-то историческим фактом. То есть, либо вот по этой формуле мы идем, да, либо мы приводим какой-то исторический факт и даем к нему комментарий. То есть, здесь очень-очень важно объяснить, что, ну, как бы должно быть, как минимум, сложно подчиненное предложение, либо пояснение в скобках дано, либо должно быть высказано теоретическое положение, которое в скобках подтверждается конкретным историческим фактом. То есть, вот это очень важно, на что ориентируют экспертов при проверке задания 24-го. То есть, просто по себе факт иногда, на самом деле, может быть принят, если он очень очевиден и, ну, его достаточно, ну, самого по себе. Но лучше, конечно, избежать этого и дать обязательно комментарий, чтобы не было никаких рисков, да, то есть, если есть пояснение, да, придраться уже будет невозможно. Потому что мы не знаем, какие факты будут написаны в эталоне у экспертов, да, которые можно засчитать без дополнительного серьезного пояснения. Вот, собственно, это особенность оценивания задания 24, да, то есть, и давайте с вами посмотрим несколько примеров, на которых будет видно, да, о том, что, как эксперты руководствуются при оценивании, да, 24-го задания. Ну, например, была точка зрения, что промышленная финансовая политика Александра Третьего способствовала успешному социально-экономическому развитию. И есть теоретический тезис, да, ученик может высказать, что свои там финансовые или промышленные политики Александр Третий способствовал развитию промышленности. И это действительно верно. Но не конкретизировано это конкретными историческими фактами. С другой стороны, сам по себе факт тоже мало что дает, да, потому что его можно по-разному интерпретировать. Редко какой факт нельзя выстроить из него систему аргументации за или против. Ну, например, что при Александре Третьем был издан новый таможенный тариф. Это тоже верное совершенно положение, но за него его не примут как аргумент. И что же нужно, что ожидают эксперты, да, что будет написан факт, да, и он будет прокомментирован. Да, вот этот таможенный тариф 1991 года, он увеличивает возные пошлины на многие товары, таким образом защищает отечественную промышленность от иностранной конкуренции. Ну, что, естественно, способствует ее развитию. Ну, вот, можно, конечно, дописывать о способствовании ее развитию, но, в принципе, эксперт должен принять, и что даст комментарии, не только разъясняя, что повышались таможенные пошлины, да, это очень прекрасно, но и то, что защищало отечественную промышленность. Это, кстати, тоже важно, что нужно разъяснить, да, вот этот факт, что таможенный тариф, да, почему это он защищал отечественную промышленность, непонятно. Либо будет написано, что был принят там тариф, который усилил протекционизм, да, то есть, ну, мы понимаем, что это ученик имеет в виду повышение пошлины. Но лучше, конечно, подробнее все расписать. Будет принято, если будет написано, что при Александре III, в принципе, увеличивались возные пошлины, и тем самым защищалась отечественная промышленность от иностранной конкуренции. То есть, даже без, ну, то есть, такого конкретного факта, то есть, год не обязательно писать, да, то есть, должно быть, но действительно какой-то процесс явления или события должно быть приведено. И вот, собственно, что ожидают эксперты, да, какой аргумент, вот они засчитывают, да, то есть, мы вот должны научить и прийти именно к такому логическому выводу, да. Почему нельзя засчитывать просто факты, да, потому что факт можно, я еще раз говорю, интерпретировать по-разному. И, собственно, ну, вот была, например, точка зрения, опять же, да, что экономическая политика российского правительства в начале 90-х годов, известная как шоковая терапия, способствовала преодолению кризисных явлений в экономике. И здесь, кстати, нужно увидеть, что разработчики вполне проверяют современную Россию, да, с 90-е и 2000-е годы, в том числе не только в тестовой части, но иногда и во второй части. И политический кризис 93-го года, и другие события, то есть, вполне могут проверяться. Поэтому, как здесь, почему нужно факт, не только недостаточно фактов, да, ну, например, ученик вспоминает, что была проведена либерализация цен в рамках шоковой терапии, и пишет в аргумент за, но что он по ней подразумевает? Даже если он напишет, что освободили цены, да, непонятно. Нужно связать, что, и показать эксперту, продемонстрировать, что либерализация цен способствовала насыщению рынка товарами, да, что преодолевало товарный дефицит, да, то есть, ну, вот, действительно была объективная проблема, что был дефицит, и с помощью либерализации цен он был преодолен. Ну, понятно дело, что это вызвало инфляцию, да, то есть, как, ну, мы с вами понимаем, рыночный механизм, как уравновешивается спрос предложения. Поэтому, можно данный факт использовать в аргументации против, да, что в рамках либерализации цен, да, это привело РО к росту цен, а это снизило уровень жизни страны. Ну, вот, как бы здесь нужно пояснить, да, почему не способствовало преодолению кризисных явлений, то есть, понятно и очевидно, что снижение уровня жизни – это усиление кризисного явления. Преодоление дефицита – это, ну, решение какого-то, какой-то проблемы. И есть очень интересный факт, да, который можно ученикам сообщить, что один и тот же факт можно использовать в аргументации и за, и против одновременно. И за, и против одновременно. И вот это очень-очень иногда помогает. Ну, конечно, не совсем, мне кажется, это уместно, но экзамен разрешает. Ну, или, например, тоже очень известный пример, его любят приводить, Игорь Анатольевич Артасов, да, про князя Святослава Игоревича. Как правителя, да, что его деятельность не была успешной, да, они каждый год меняют там формулировку, то была успешной, то не была успешной. То как правителя, то как военного руководителя, военного. То есть здесь, понятное дело, что набор фактов один и тот же, просто он меняется там за-против, и, собственно, вот он, ну, чтобы задание не составлять заново. Но здесь, конечно, ученики вспоминают о Хазарском Каганате сразу же. И, ну, например, не засчитать в аргументации против, что Святослав Игоревич разгромил Хазарский Каганат, что свидетельствует о его успешности как правителя. Потому что пропущена логическая цепочка, да, то есть недостаточно дано объяснение. То есть, нужно пояснить, например, что разгромив Хазарский Каганат, Святослав пресек угрозу русским землям, исходящую от Хазар, то есть прекратил потенциальную возможность уплаты дань восточнославянским племенам, что ранее случалось. Ну, это, опять же, со ссылкой на летописи. Ну, вот, можно, ну, может, на самом деле, объяснение быть по-разному, что прекратило возможную угрозу нападения со стороны Хазарии, на разорение Киева. Ну, то есть, примется любая логически, исторически верная, содержательно верная система аргументации. И, если говорить об аргументе за, как этот разгром Хазарского Каганат, нам кажется, да, что все позитивно, да, то есть, и это хороший факт для Руси. Но разгром Хазарии привел к тому, что усилилась печенежская угроза, да, то есть, которые стали разорять русские земли, да, то есть, вот, поскольку у печенеги теперь не ограничены угрозой нападения с двух сторон, да, и предпринимают, собственно, только нападения на Южную Русь. Вот, собственно, да, какая у нас логика в этой системе аргументации. Ну, и, собственно, еще покажу, да, то есть, точку зрения, да, что Петру Первому не удалось заложить основу для дальнейшего успешного развития экономики страны. Тоже была точка зрения, она каждый год, ну, почти бывает, ее меняют. То удалось, то не удалось. И вот здесь не рекомендуется засчитывать, например, такой тезис, что победа в Северной войне обеспечила выход к Балтийскому морю. Это конкретный факт, и что благоприятно сказалось на развитии, там, экономики. То есть, потому что пропущено логическое объяснение, да, почему же, каким же образом выход к Балтике, да, то есть, способствовал положительному развитию экономики. Нужно, конечно, упомянуть, что это позволяло торговать со странами Европы. То есть, ученик должен разъяснить логику свою, каким образом он пришел к выводу, да, что этот факт доказывает или опровергает точку зрения. Ну, вот, собственно, да, о чем я, собственно, хотел показать, да, примеры, как выстраиваются аргументы за-против, ну, и теперь мы разберем одно из заданий, да, то есть, то, что революция 1905-1907 годов способствовала поступательному политическому и социально-экономическому развитию России. Здесь нужно обратить ваше внимание на то, что ученик должен работать с тезисом, потому что про революцию мы говорим во многих контекстах, да, то есть, очень во многих контекстах. И здесь делается акцент на политическом и социально-экономическом развитии. То есть, разрешается только использовать, использовать, либо показывать влияние революции и как на политические изменения, так и на социально-экономические. Почему важно это? Потому что, если мы ограничим только политическим развитием, то, значит, часть аргументов, она, ученик, если ее приведет, связанная с социально-экономическим развитием, то эксперт будет вынужден не засчитывать. В данном контексте, да, то есть, можно широко расходиться. Это обычно актуально, когда бывают точки зрения, что политика какого-то правителя положительно на что-то сказалась. Вот, если просто политика, значит, это может быть и внутреннее, и внешнее. А если мы напишем, что внутренняя политика, значит, нельзя использовать факты, связанные с внешней политикой. И вот умение отрабатывать подобные точки зрения, да, в школьном курсе нужно сделать акцент на это, да, когда вы разбираете с учениками подобные задания. Или когда они их выполняют, да, то есть, когда вы им обратную связь выдаёте, да, в виде оценок, там, подчёркивания, аргументов, защитования, выставления оценок, да, вы поясняете тем самым, почему то или иной аргумент не засчитывается. Но если применительно к этой точке зрения, давайте посмотрим, да, что, конечно, положительным, непосредственно, несомненно, да, явлением, результатом Первой Российской революции является предоставление избирательных прав по манифесту 17 октября, да, то есть, ну, учреждения Госдумы. Это способствует политическому развитию, переходу от абсолютной монархии к ограниченной, да, то есть, ну, на экзамене будет считаться, конечно, да, что переход с ограничением власти монарха является положительным изменением, прогрессивным. Хотя можно спорить, но мы здесь стоим на позиции, что если такое действительно высказывается, да, такая позиция имеется в политологической науке или в исторической, ну, мы признаём право ученика приводить подобные аргументы. Второе – это отмена выкупных платежей, да, и начало Столыпинской реформы, что способствует развитию сельскохозяйства и созданию условий для развития капиталистических отношений. Ну, можно, конечно, добавить, что в результате выкупных платежей там населения, у крестьян остаются дополнительные деньги, да, то есть, ну, в принципе, нам понятно. Развитие капитализма, опять же, можно спорить, капитализм – это хорошо или плохо, но высказывается с точки зрения, имеется, да, что это прогрессивное изменение по сравнению с предыдущими, да, традиционными вещами, да, то есть, и, соответственно, мы и признаём это. Но обратите внимание, если было бы только политические позитивные изменения, то первый аргумент засчитал, второй бы – нет. И третий, да, что в результате революции было дорого на право создавать политические партии, опять же, тем же манифестом 17 октября, и это привело к учреждению или выходу из-под поля многих политических сил, да, то есть, перевод скрытой политической борьбы, нелегальной, да, в легальное русло и развитие парламентаризма. Обращу ваше внимание на то, что здесь две вещи важны, что если ученик написал три, ну, больше двух аргументов, то эксперт, ну, считает любые, да, то есть, он считает все. Если у него два «за» набрано, ну, как бы, отмечается, что да, достаточно. Это очень важно, да, то есть, если ученик боится, ну, что он придумал три аргумента, да, и он хочет только два написать, ну, ничего страшного на экзамене не будет, если он напишет все три. И второй момент, который я бы хотел здесь еще обратить ваше внимание, на как точность формулировок, вот здесь очень важно. Если ученик пишет конкретный факт, он должен быть абсолютно точным. Если факт с ошибкой, то мы не засчитываем данный аргумент. И вот здесь это важно в третьем, например, аргументе написать, что привело к учреждению или выходу из-под поля многих, да, то есть, не всех, потому что, называемые, знаем, что эсеры, что большевики, меньшевики по-прежнему были нелегальными, оставались нелегальными политическими партиями, и поэтому, собственно, ну, кстати, это позволяло им все же равно активизироваться, да, действовать, проходить в Думу за счет мажоритарных выборов в Думу, но, тем не менее, фракции создавать, ну, полного легальности выхода, конечно, не было. Вот это вот важно уточнять, да, то есть, в формулировках, чтобы не потерять балл, потому что эксперты придираются, конечно, да, то есть, если положение содержит в себе ошибку, ну, балл, ну, аргумент не принимается. Ну, аргументы против, да, естественно, это не решение рабочего вопроса, ну, можно, например, написать в скобках, уточнить, не было введено восьмичасового рабочего дня, да, что, конечно, не устраивало значительную часть пролетариата, и это стало причиной революции радикализации, да, этого пролетариата, подверженность его социалистическим взглядам и, ну, частью его в революции семнадцатого года. Или, например, о том, что, опять же, не был решен крестьянский вопрос, и вот мы здесь конкретизируем, да, сохранялось малоземелье, Столыпинская реформа обострила социальные противоречия, и это нарастал, ну, опять же, социальный кризис, возникновение у крестьянских бунтов в дальнейшем. И в результате политической реформы Николая Второго не было создано ответственного перед Госдумой правительства, это конкретный факт, да, то есть, что не было такого, от него требовали, но на это не пошли, не пошло и власти. Часть категорий, ну, или многие категории населения не получили избирательных прав, ну, достаточно женщин упомянуть, уже половина страны отстранена, ну, и выборы были неравными, непрямыми, что сохраняло противоречие в обществе и вело к нарастанию кризисных явлений в политической сфере. То есть, вот вам, как бы, да, какие проблемы остались, да, и почему эта Первая Российская революция не привела к политическим, там, социально-экономическим изменениям. Опять же, да, есть и политическое, есть и социально-экономическое, потому что разрешено точкой зрения, и мы приводим больше, да, то есть, вот, как бы, аргументов, чем два. Даже если мы где-то написали ошибку, либо эксперт считает, что недостаточной степени, ну, там, аргументации, конкретизации, ну, запасом мы, тем самым, себя и безопаснее. Так, теперь насчет, вот, оценивания, да, что же произошло в этом году, и почему на самом деле это хорошо. Долгое время, да, задание оценивалось четырьмя баллами, но, но, один аргумент не засчитывался, да, то есть, нужно было обязательно привести два аргумента. Если вы привели два аргумента за или два против, ну, засчитанные, то вам ставили один балл. А если вы привели один за и два против, вам ставили два балла. Ну, а дальше уже, соответственно, за три аргумента суммарно три балла и за четыре. Теперь, что получается? То, что раньше оценивалось в четыре балла, то есть, два аргумента за и два аргумента против, будет оцениваться пятью баллами, то есть, здесь просто вместо четырех стало пять. Второе, да, что вот раньше ситуация на три балла теперь оценивается четырьмя, то есть, либо два аргумента в подтверждении, один в опровержении и проведены один аргумент в подтверждении и два, или проведены один аргумент в подтверждении и два в опровержении, да, это будет четырьмя баллами оцениваться, да, то есть, три аргумента оцениваются четырьмя баллами, но два плюс один должно быть, да, То есть, если у ученика 3, 4 за, например, то мы считаем, что он перевыполнил лимит, но дополнительные баллы ему не ставят. Да, аргументы выпружения оканчиваются выходом на рост социальной напряженности, а там же социально-экономические, значит, социальные засчитываются и политические изменения. Нет, это примется. Так, теперь возвращаюсь, это я ответил на вопрос Елены Викторовны, возвращаемся. Ситуация, когда ученик приводит один аргумент за и один аргумент впротив, он теперь получает 3 балла. Раньше он за это получал 2 балла. Если он приводит 2 аргумента в подтверждение или 2 аргумента в опровержение, он получает 2 балла. Обратите внимание, что выгоднее писать 1 за, 1 против, чем 2 за или 2 против. Но выгодно, конечно, писать больше, да, то есть, и пусть пишут, да, и надо постараться этому научить. И мы видим, что приведен только один аргумент в подтверждение оценки или приведен только один аргумент в опровержении оценки, ставится 1 балл. Вот это уникальная ситуация. Раньше она оценивалась с нулем. Теперь за это ставится 1 балл. Вот, ну, я согласен, это очень позитивное изменение большое, и я большое влияние попытался оказать, чтобы в этом году изменили, и вот удалось, да. То есть, ну, я не приписываю себе больших заслуг, но то, что перестроили на 5 баллов, это было принято все же в последний момент, после там ряда обсуждений, да. Потому что, действительно, еще в сентябре, и в проект демо-версии, да, и в сентябре разработчики стояли на своей прежней позиции, что изменять мы ничего не будем. Но в этом году вот усилили, да, в том отношении, что, то есть, сложное интеллектуальное умение в этом году оценивается, да. То есть, если ученик приведет хотя бы один аргумент, он получит балл за 24-е задание. И вы посмотрите, да, на 0 баллов есть такая акцентировка, да, что приведены только факты, иллюстрирующие события, связанные с данной точкой зрения, но не являющиеся аргументом. Это очень важный акцент, да, что, с одной стороны, конечно, некоторые факты могут быть полноценными аргументами сами по себе, и тогда мы все равно ставим 1 балл, да. Но если просто факты, которые можно двояко использовать, да, которые можно двояко использовать, они требуют тогда обязательного пояснения. Ну, и вообще всегда лучше давать пояснение, чтобы ученик продемонстрировал логику, да, как же он, почему он считает, что этот аргумент подтверждает, или почему он опровергает. Но не повторяя самой точки зрения, это не надо, да, то есть нужно вот как бы сущностно объяснить. Вот. Ну, общий характер рассуждения или ответ неправильный будет оцениваться нулем. Вот. Теперь это то, что мы к финалу должны, да, прийти с вами. Теперь к вопросу о том, как мы формируем умения по аргументации точки зрения. Здесь стоит сказать о том, что есть определенная этапность любого формируемого умения. Она описана в методической литературе, это теория поэтапного формирования умственного действия Гальперина-Талызиной. Это обоснованная концепция, да, то есть теория, монографии были в советское время, да, то есть как, собственно, формируются у учеников умения. Первое, с чего мы начинаем, мы знакомим с способом учебной деятельности, да, то есть мы объясняем, что и как нужно делать, да, то есть именно знакомство. Второе, это действие под руководством учителя на втором этапе, то есть обязательно учитель контролирует. Третье, это тренировка и применение изученных приемов деятельности, ну, в такой самостоятельной процессе, то есть без большого контроля и руководства учителя. Ну, без руководства, но под повределенным контролем. Ну и, наконец, самостоятельный перенос усвоенных действий на новый материал, да, то есть вот, собственно, незамысловатая концепция и теория, но она рабочая. Она доказана, работает и, ну, на примере технологии, да, так, допустим, учитель сначала объясняет, что они сделают, как они сделают, да, как работать на станке, вот, да, потом оттачивается действие под руководством учителя, он показал, да, каждый, ну, вот, каждый за станком постоял там, да, вот, а потом тренируются уже под определенным вниманием учителя, но уже сами, да, ну, и потом они могут действовать, делать какие-то детали, не ту, которую изначально запланировали, да, то есть это, на самом деле, формируется по любому умению, независимо и применимо это к аргументации точки зрения или не применяется. Теперь к аргументации точки зрения, да, что, на что здесь обратить внимание. Нужно понять, что умения бывают очень сложные, и они не формируются за один урок, даже за два и даже за четверть. И вот аргументация точки зрения, это то самое умение, которое формируется на протяжении, наверное, всего процесса обучения, и у некоторых по статистике ЕГЭ так и не формируется. Поэтому, конечно, этому надо уделять внимание, да, что в каждом классе мы планируем, ну, как бы, в конце года выйти на какой-то уровень, да, на какой-то уровень умения, да. Ну, например, в пятом классе ученики, да, поскольку все же аргументация точки зрения относится к таким теоретическим умениям, логическим, сложным, то седьмой-восьмой класс только, где можно очень-очень начинать процесс на высоком уровне требовать от учеников. Поэтому в пятом классе, конечно, мы лишь просим воспроизводить рассуждения, либо повторять доводы какие-либо факты, которые подтверждают вывод либо учителя, либо в учебнике, да, то есть, потому что, ну, требовать от всех, чтобы они вам аргументировали какую-то сложную точку зрения в пятом классе, это не соответствует возрастным особенностям. В шестом классе, да, мы уже можем начинать, особенно на курсе истории России, да, ну, или на Средневековье, кстати, да, выбрать факты в подтверждении или в опровержении точки зрения, да, ну, допустим, монгольское нашествие, да, носило отрицательный характер. Докажите, да, с помощью каких фактов, давайте либо учебники найдем, либо вы вспомните, да, после изучения и так далее. То есть, вот простые задания такие, да, то есть, это подбор сугубо только фактов, мы не выходим здесь на уровень аргументации. И обратите внимание под руководством учителя в основном, да, то есть, в седьмом классе, конечно, здесь как раз уже требуется подбор фактов в подтверждении или опровержении точки зрения, ну, такой уже самостоятельный, да, и можно выходить на постепенно, да, просить, пояснить, а почему же он выбрал этот факт, да. Вот, в восьмом классе, вот мы как раз должны, по идее, переходить к логическому объяснению, да, то есть, поскольку теоретическое мышление формируется, то мы вполне можем уже начинать работу по выстраиванию аргументации за или против точки зрения, да, ну, что проще на самом деле. Допустим, что, ну, в восьмом классе, что у нас, восемнадцатый век, допустим, да, ну, докажите, что политика, там, Екатерины II была, носила продворянский характер, допустим, да, какие факты, какие, ну, какие аргументы, да. И вот здесь мы как раз пытаемся объяснить под руководством учителя во многом, да, что, как выстраивается аргумент, что он содержит в себе факт и должен, ну, объяснение быть, почему он доказывает или опровергает. Сначала вы показываете, да, например, на каком-то примере, потом вы тренируете, на повторительном вообщещем уроке, как правило, это происходит, потом вы приводите какую-то точку зрения, да, то есть, фронтально, возможно, либо самостоятельные ученики в классе работают, потом обсуждение происходит, да. Ну, в девятом классе, конечно, уже больше ориентация на самостоятельное выстраивание аргументов, можно включать это в самостоятельные работы. И десятый, одиннадцатый класс, здесь уже, опять же, мы, обратите внимание, работаем с аргументацией, особенно по двадцатому веку, что на базовом уровне, что на углубленном, и мы просим, ну, как в формате экзамены и подтверждать, и опровергать, ну, либо это в форме совместные деятельности, например, какая-то группа детей, первый вариант, да, подбирает за, а другие подбирает против, и мы сталкиваем данные позиции, вот, и показываем, что в истории все неоднозначно. Ну, в одиннадцатом тогда можно надеяться, что все будет самостоятельно, они будут это делать абсолютно самостоятельно. Вот, собственно, как происходит формирование умения, теперь, собственно, о моделях задания, которые можно использовать. Обращу ваше внимание, что у нас есть во всероссийской праздничной работе такая модель, да, когда дается точка зрения и просят привести факт и объяснить. То есть, вот я, конечно, показал вам, что, по идее, конечно, это противоречит моей концепции, да, что в седьмом классе мы лишь самостоятельно подбираем факты, подтверждение или опровергаем. Вот поэтому я и сказал, да, что, учитывая требования ВПР, мы все равно на них вынуждены ориентироваться. Можно, чтобы ученики кратко поясняли, да, то есть, ну, начать эту работу, еще раз говорю, ВПР, это ведь неконтрольная такая, ну, аттестационная процедура. Это диагностирующее, в первую очередь, ее предназначение, и я советую вам рассматривать именно это так. Поэтому вы как раз увидите, да, уровень сформированности умения, да, и это будет, как бы, вам показателем, что нужно работать, да, и в каком направлении. Потому что, действительно, если мы, ну, это противоречит просто возрастным немножко особенностям, и вот такое задание, да, именно объясните. Ну, вот я думаю, что это очень только часть учеников сможет именно объяснить. Но выбрать факт, действительно, они должны логически подумать, вот, что внешняя политика России, например, в последние 10 лет царствования Ивана IV была неудачной, да, ну, и какой факт, да, то есть, докажет. Ну, и дальше должен вот объяснить, а почему это плюсский договор со Швецией? Ну, потому что Россия потеряла территорию, да, там, возле Балтийском регионе, вот, то есть, ну, вот вам объяснение, да, то есть, оно несложное, по идее, конечно, да, ну, вот такие задания очень полезны включать в учебный процесс. Не обязательно не такие, да, форматы, ну, в любом контексте, да, работать с точкой зрения полезно для формирования умения. Обращу ваше внимание, конечно, нельзя на каждом уроке формировать умение аргументировать точки зрения, у нас много умений, но вы должны выбирать какие-то уроки, да, на которых вы акцентируете внимание на, вот, на работу. Сегодня мы учимся в основном аргументировать, ну, не в основном, а есть такие задания, да, если у нас урок по внешней политике, ну, наверное, целесообразно там работать с картой больше, да, а вот на повторительный обобщающий урок мы вот как раз вот про, или в домашнем задании, да, дадим вот это задание, вот из ВПР модели. То есть здесь вот, конечно, нужно варьировать. Восьмой класс, да, модель абсолютно та же самая, то есть, ну, потому что, вот, соответственно, вот как раз она с возрастными особенностями, да, именно в восьмом-девятом классе. В восьмом это еще подруководственный учитель во многом, но вот в конце года вы диагностируете, насколько это сформировано, да. В девятом, по идее, это можно было вносить в аттестацию, но в силу сложности, конечно, того, что требуется, да, то есть и... Ну, разработчики на это не пошли. Ну, по идее, конечно, по 19-му, началу 20-го века, там очень много точек зрения, как раз это время, когда можно работать с этим умением. Ну, например, докажите, что политика Екатерины была продолжением политики Петра III, да, то есть, ну, вот издание жалобной грамоты, естественно, да, ну, и показать, что она там подтвердила право не служить дворянам, ну, или расширила привилегии дворянства. То есть, факт есть, и его нужно конкретизировать вот объяснением, да, применительно, с точки зрения логического основания, да, то есть, в чем же была преемственность этим документам. Где взять такие задания, да, то есть, ну, вот по 7-му, 8-му классу у нас есть серия книжечек, варианты, да, то есть, по 10 тренировочных вариантов, 5-й, 6-й, 7-й, 8-й, ну, пожалуйста, приобретайте, и вы найдете там, ну, задание, которое можно использовать и вставлять в учебный процесс. Ну, 5-й, 6-й, 5-й класс, это Ольга Александровна Чернышева, наш автор, да, то есть, по обществу о знании, ну, по истории у них есть пособие. ВПР по 6-му классу, по 7-му, по 8-му. Ну, это очень важно, потому что ВПР, да, не факт, что будут отменены, и по опыту прошлого года, даже если их весной отменят, да, то осенью проведут, проведут снова. Вот, ну, и сейчас уже, собственно, ноябрь, да, то есть, уже были подписаны, наконец-таки, демонстрационные варианты, и по основному государственному экзамену надо сказать о том, что у нас есть два пособия, и я обращу ваше внимание, что после Нового года, ну, уже сейчас приобрести можно 30 тренировочных вариантов, ОГЭ-21, да, там вот как раз задание по всеобщей истории, да, то есть, это все внесено. Да, то есть, вы можете, вот, тренировать с помощью этого пособия. Поэтому, уважаемые коллеги, ориентируйте учеников, даже если вдруг они ушли на дистанта, да, то есть, они должны все равно готовиться к ОГЭ, он не отменен, и поэтому, конечно, они могут дома работать по пособию ОГЭ, да, по ОГЭ. 30 вариантов, но для работы на элективных курсах, на каких-то дополнительных занятиях, да, да, в том числе для самостоятельной подготовки, да, посоветуйте еще очень важно вот это пособие, да, тематический тренинг. Это уникальное пособие, да, сборники вариантов, может, еще вы где-то найдете, а вот тематический тренинг, это только вот такой вот у нас есть, да, что 5 хронологических периодов мы выделяем. В каждом хронологическом разделе 5 тематических вариантов, то есть, полностью вот аналоги ОГЭ по истории, да, то есть, и, собственно, как это выглядит, да, чтобы я оглавление показал. То есть, она состоит от книг, по ОГЭ пособия, тематический тренинг, да, вот 5 разделов с древних времен до конца 15 века, 15, конец 15 и 17 век, да, это второй раздел, конец 17, то есть, с Петра I до Павла I, третий раздел, ну, четвертый, первая половина 19 века и вторая половина. И эти тесты можно использовать, как бы, по постепенной подготовке, то есть, ученика, да, когда вы прошли с ним раздел с древних времен до 15 века, повторили, да, вот вы можете в качестве домашнего задания, да, пока повторяете 16, там, 16, 17 век, давать вот эти варианты, да, то есть, тем самым он постоянно закрепляет те модели, которые проверяются на основном государственном экзамене, вот. Ну, 19 век вообще можно использовать в качестве контрольных работ, да, то есть, да и вообще и раздел 3, и раздел 2, и раздел 1 можно использовать в 6 классе, в 7, в 8, как итоговые контрольные работы, потому что ВПР, они проводятся рано, а вот реальные знания такие по моделям можно использовать, вот, например, 6 класс, это как раз с древних времен до конца 15 века. 7 класс, это как раз Василий Третий и до Петра Первого, ну, до Софьи, это вот раздел 2, ну, и раздел 3, это 8 класс, ну, и 9 вот распадается на 1 полугодия, на 2. Ну, это вот, что касаемо советов, что можно работать, да, то есть, и здесь нет возможности списать, потому что 5 вариантов. Какие еще модели заданий, помимо ВПР, Вы можете использовать в... Вы можете использовать в практике, да, вот если Вы выбираете модель, да, и ориентируясь на экзамен, конечно, это можно считать оправданным, но учитывайте познавательные возможности. Ну, например, давайте снизу начнем, 6-7 класс, да, мы вот как бы начинаем, что вот наиболее распространенные, конечно, точки зрения, что политическая раздромность имела серьезные негативные последствия. Ну, приведите 2-3 исторических факта, подтверждающих это, да, то есть, что проще. Можно, конечно, попытаться попросить кого-нибудь из учеников опровергнуть, потому что они могут вполне, и это надо приветствовать, если они могут. Но здесь Вы видите, Вы ограничиваетесь фактами, да, в 6-7 классе, ну, больше фактами, комментарий, то есть, полноценной аргументации, конечно, вряд ли Вы добьетесь от подавляющего большинства. Не спорю, что есть ученики, у которых высокий уровень познавательных способностей, и так, ну, в условиях, если они могут это делать, это надо поощрять. В 8-9, да, мы возрастаем степень требований, да, мы уже просим аргументы, но Вы видите, только подтвердите или опровергните. Ну, например, да, Вы надо специально брать такую точку зрения, чтобы на повторительном общающем уроке, либо на каком уроке, допустим, при проверке нам же задания. Вместо того, чтобы по вопросам, да, вот как-то все спрашивать, Вы вот можете на этапе закрепления можно использовать точки зрения, да, то есть, осталось время 5-7 минут, вот, давайте поработаем. Ну, и уже в 10-11, да, то есть, мы переходим к точкам зрения, когда нужно привести 2-3 аргумента там за, 2-3 аргумента против, причем именно система аргументации. Это требует времени, поэтому таких заданий, наверное, лучше не количественно брать, да, а именно качественно, да, все же сделать акцент на изучении материала, да. Умение-то есть, ну, то есть, если есть сформированные умения, то, обладая запасом знаний, да, то есть, мы можем с Вами любую точку зрения ученик сможет делать. Ну, да, ну, слабо, потому что мы плохо работаем, наверное, да, то есть, если мы системно работаем, да, то есть, то вот умения постепенно формируются. Здесь не бывает быстрых таких рецептов, да, что вот раз и все, да, то есть, или только если мы вспомнили в 11-м классе, то это упущен определенный синдетивный период, он может быть компенсирован другими предметами, но лучше сделать постепенно это. Можно точки зрения сделать на уровень, опять же, каких-то дискуссий, да, то есть, когда часть учеников пытается привести аргументы за, другая их опровергает. Ну, технология дебатов, конечно, здесь трудновато, да, поскольку не все задействованы, вот какая-то дискуссия, да, такая фронтальная, вполне может быть, и она уместна. Также можно посоветовать использовать, ну, например, другие модели, да, то есть, учебные, опять же, да, что, допустим, у нас с вами точка зрения, да, что приведены четыре факта, да, заключение Столбовского мира, Стамалинская война, основание Красноярска, интенсивная строительство засеченных черт. Все эти факты можно использовать при подтверждении или опровержении нескольких дискуссионных точек зрения, да, пишите одну любую дискуссионную точку зрения для подтверждения или опровержения, то есть, это вот такие апробационные модели сейчас FIPI использую и имеет, вот, да, то есть, и используя, опять же, факты, то есть, они есть, да, то есть, формулируйте именно аргументы, да, построите аргументы. Ну, то есть, вот здесь мы сначала формулируем точку зрения совместно с учениками, да, а потом на базе этих фактов мы формулируем аргументы за и против. Это такое учебное задание, которое вполне можно использовать, ну, в восьмом, девятом, десятом, одиннадцатом классе, да, то есть, вполне себе, да, потому что оно простое в том отношении проще, да, что факты-то уже приведены, им не нужно выдумывать, им надо сконструировать точку зрения. Это тоже очень сложное интеллектуальное умение. Это, кстати, позволяет отработать, что они должны работать непосредственно с тезисом, да, то есть, обращать их внимание на это. Это вот одна модель, да. Что еще можно показать, да, что, допустим, участник дискуссии на тему по истории России высказал следующий аргумент, что в СССР было введено всеобщее обязательное начальное обучение, а в городах и рабочих поселках обязательно семилетнее. Это свидетельство о том, что политика большевиков в сфере культуры, проводимой в двадцатках-тридцатках, способствует к культурному развитию стран. Какие аргументы еще могут перевести сторонники данной дискуссии, да, а какие противники, оппоненты? Ну, опять же, можно построить это в групповом обсуждении, как первый ряд, например, первый вариант, да, работает за сторонников, второй за противников, ну, и дальше мы обсуждаем, что получилось. И самое главное, ученикам объяснить, почему, например, их тезис, ну, аргумент факт и пояснение верны, да, или, например, что факт хороший, а вот объяснение хромает, да. И обязательно нужно, чтобы были хорошие примеры, да, перед глазами, которые с одной стороны вами сначала формулируются, да, а потом, собственно, да, то есть вы демонстрируете образец, потом вместе, и только тогда можно переходить к самостоятельному выполнению заданий. А когда вы даете просто самостоятельное задание, не объяснение, не показав, что нужно делать, это очень-очень, это много тратится времени на вника, чтобы ученик вник в это, и это нерационально. Теперь, что касаемо внешней политики советского государства в период руководства страны Брежнева, да, то есть вот участники, придерживающих разных точек зрения, в качестве аргумента высказали следующие четыре положения, да, и нужно, допустим, они содержат ошибки, да, да, сказано, доработайте эти положения, чтобы они превратились в верные аргументы. Два в доказательство положительного, два в отрицание, и запишите их в том же порядке, в каком они перечислены в задании. После каждого аргумента обязательно указывайте, доказательство которого приведен этот аргумент, за или против. Ну, давайте посмотрим, давайте, вот ученики, да, внешняя политика Брежнева способствовала повышению международного авторитета СССР в мире. Что здесь не так? Да, то есть, ну, сразу понятно будет, поняли ли вас ученики, что каждое положение должно сопровождаться конкретным, аргумент должен сопровождаться конкретным историческим фактом. Да, что здесь нет факта. Давайте подумаем, какой факт можно будет привести. Или, например, была разработана доктрина Брежнева. Опять же, непонятно, это за или против, да, то есть, факт есть, но надо пояснять, укрепляла ли это международные позиции СССР или не укрепляла. Также и с введением войск в Чехословакию, да, то есть, почему не укрепляла, поясните, да. Или, например, вот войск СССР в Афганистан нарушил баланс внешнеполитических сил, вызвал ответные действия стран Запада, обострил холодную войну, привел к началу Карибского кризиса. Это способствовало падению авторитета СССР на международной арене. Что здесь вроде бы хороший, действительно, все есть. Но здесь есть ошибка в факте, да, то есть, и вот если они обратят внимание, да, что это, понятное дело, не Карибский кризис, а афганский кризис, вот, ну, сразу, вот, будет понятно, насколько они вас поняли, ученики, и отработают они необходимые умения. И тогда уместно использовать также в процессе обучения, ну, допустим, точки зрения, имеющие разные объяснения. Ну, например, причины поражения армии Наполеона в 12-м году, что есть точка зрения, что Наполеон проиграл из-за стратегических просчетов, ну, с другой стороны, что героизм российских войнов был основной причиной победы над Наполеоном. Ну, и, собственно, ученики здесь увидят, что причины одного явления, да, являются, по сути, факты, приводимые в подтверждение одной причиной, да, являются, фактически можно на них построить систему контраргументации, потому что вряд ли мы докажем, да, что героизма российских войнов не было, да, то есть, это плохая здесь контраргументация. Здесь именно, что основные причины, да, героизм был, но это мы вот привели вам два аргумента, три за, базируясь на фактах, но на самом деле были и иные причины, да, которые играли большую, наверное, роль. Ну, вот, например, стратегические просчеты Наполеона. Можно вспомнить еще какие-то просчеты, да, ну, вернее, причины, например, допустим, гений Кутузова, да, верная тактика российского командования, да, то есть, вот вам примеры, которые здесь можно, аргументы на базе чего выстроить. Так, критерии оцениваем образцы с исторических сочинений, да, насчет сочинения, да, у нас планируется вебинар, у нас, более того, пособие выйдет по сочинению, в декабре, ну, оно подписано, вот, печать, но выйдет чуть-чуть позже, и поэтому, наверное, уже на следующем вебинаре я пособие покажу, да, то есть, а вот подробно, как с ним работать и в чем там особенности исторического сочинения по двум моделям, да, будет в декабре, по-моему, 17 декабря, если мне память там не изменяет, поэтому приходите вот 3 декабря, и там я представлю пособие, кратко обрисую его методические особенности, вот, ну, а 17 декабря будем уже непосредственно только о сочинении говорить целые, и очень подробно, да, то есть, вот, то есть, это у нас запланировано, и это будет. Ну, и вот давайте посмотрим, да, ну, как бы оценим, да, то есть, можно ли, ну, как, какие аргументы за, какие против, вот, ученики приводят. Допустим, внутренняя политика Хрущева носила либеральный характер. Очень частая точка зрения, да, то есть, ну, какие здесь аргументы, да, вот, разоблачение культа личности Сталина в 20-м съезде КПСС повлекло за собой массовую реабилитацию и прекращение репрессий. Можно, на самом деле, вывести несколько аргументов и попросить учеников, какие они «за» считают, какие «против». То есть, вот, это банальное уже объяснение, да, то есть, банальная работа, да, поэтому, ну, ее нужно производить, потому что ученики иногда не понимают, как выстраивать аргументы. То есть, и вы здесь говорите, где здесь факт, да, где здесь объяснение, что вот разоблачение Сталина – это факт, да, массовая реабилитация и прекращение репрессий – это объяснение. Понятное дело здесь, что не надо писать, что это носило либеральный характер, да, это, ну, то есть, мы принимаем, как бы, и эксперты принимают, что реабилитация массовой репрессии и прекращение массовых репрессий – это явно, ну, какой-то демократический либеральный шаг. Ну, конечно, вреда не будет, если ученик, да, пишет, что это носило либеральный характер, да, или это не носило либеральный характер, да, но часто подмена происходит, да, пишется про факт, а дальше что носило либеральный характер, что доказывает, что не носило либеральный характер. Но вот как раз только лишь в качестве пояснения, выписывания точки зрения здесь не пройдет. И обратите внимание, внутренняя политика, то есть внешнюю нельзя использовать. Это тоже бывают такие ошибки. Или, например, произошел сдвиг социальной политики в пользу простых людей, повышение пенсии в ходе пенсионной реформы, введение денежной оплаты, введение паспортов, массовое жилищное строительство. Ну, социальная политика опять направлена на людей. Можно там, конечно, еще пояснить, что права дополнительные появились, допустим, с паспорта колхозникам. Здесь есть сначала положение теоретическое, а потом оно конкретизировано фактами. Ну, скорее всего, этот аргумент примут в качестве зама. Хотя, конечно, лучше написать, что еще раз либеральный, значит, про права надо что-то писать, наверное. Ну, паспорта, денежная оплата труда колхозников тоже, наверное, хорошая, пенсии повышались. Ну, социальную политику в эталоне там, скорее всего, будет, поэтому эксперт примет. Если мы говорим об аргументах против, то, например, ученики воды могут не писать. Они могут написать, что хрущевские гонения были на церковь усилены. Опять, это конкретное положение. Его нужно конкретизировать фактами, либо дополнительно пояснить. Например, что была антирелигиозная кампания в печати, закрывали храмы, и это нарушало права человека. То есть, права, закрепленные Конституцией. Действительно, в Конституции 36-го года такое право закреплено было. Или, например, самый известный, опять, расстрел рабочей демонстрации в Новочеркасске. Опять, год может быть не указан. Вот если ученик напишет неправильный год, это, скорее всего, аргумент не засчитает. А если он просто напишет, что был расстрел рабочей демонстрации в Новочеркасске при хрущеве, был же, было. И это означает, что применялись определенные репрессии, продолжалось это применение. То есть, вот, все понятно, очевидно, мы понимаем, почему не либеральный характер. Вот, собственно, какая аргументация за и против. Здесь надо поискать, может быть, конечно, иногда ученики предложат более конкретные формулировки. Ну, и, наверное, с ним тогда стоит согласиться. Очень много таких вот учебников, заданий мы привели в учебники в нашей трех учебчастях по истории России для 10-11 классов. Да, то есть, при этом 20-й век можно использовать на базовом уровне, да, то есть, вместо школьного учебника обычного, да, потому что он содержит действительно очень таких много заданий. Сейчас покажу. И для повторения, да, то есть, при углубленном изучении, вот, можно использовать две части с древнейших времен до конца 17-го века и по конец 17-го, начало 20-го. Например, на элективном курсе, опять же. Не обязательно проходить все эти параграфы, там очень хороший текст, ученики могут читать, а на уроках вы можете использовать задания, допустим. То есть, построить такой перевернутый класс, да, перевернутое обучение. И вот, ну, я в качестве примера показываю, да, что действительно там есть много... К каждому параграфу и главе есть целый банк заданий в форматах экзамены и, собственно, вот... Так, про учебники на сайте Легиона, да, они есть, не секретные, да, то есть, можете приобрести. И вот там, в основном, после каждого параграфа есть такие задания и после главы, да, то есть, ну, понятное дело, что мы не ставили цели абсолютно все рассмотреть, да, потому что я уже сказал, главное формирование умения, вот, ну, на всех уроках нельзя ими заниматься, только им, да, то есть, ну, мы постарались сделать, то есть, вы можете пропускать, например, где-то использовать, то есть, там, где целесообразно. Ну, и даже если вдруг чего-то поменяется в экзамене, ну, легко поменять, ну, вот эту формулировку, да, то есть, вот, что требуется. Вот, и эти же задания можно использовать, ну, подбирать, да, и для шестого, и для седьмого, и для восьмого, и для девятого класса. То есть, опять же, у вас учебник, да, в наличии учеников его может не быть, а задания вы можете использовать. Вот, так что вот, ну, вот я подробно рассказывал. Так, ну, у нас есть немножко еще времени, я покажу, ну, было там заявлено примеры, да, чтобы, и мы, наверное, методически обсудим, как это можно использовать, да. Да, разработчики, я уже сказал, часто используют не совсем исторические точки зрения, а, наверное, больше в таких дидактических целях. Понятное дело, что, ну, ни один историк, наверное, не высказывал, что именно главным направлением внешней политики Ивана было восточное, да, то есть, что здесь, ну, мы приводим лишь, ну, такое моделированное задание, да, что аргументы за это все, что связано с восточной политикой, ну, а, соответственно, факты, которые не связаны с восточной политикой, мы с вами записываем в аргументации против. Причем, причем, есть акцент, что расширение территории считается достаточным, как бы, да, то есть, не требует показывать, что это положительное явление для истории России, да, то есть, спорно, на мой взгляд, но принимается как есть. Поэтому здесь, конечно, да, Иван Васильевич, я же сказал, вебинар будет, он запланирован, он должен был быть вот, но мы ждали слишком долго демоверсии, да, то есть, ее только вот утвердили, чтобы мы его точно не обманули никого, да, и сами поняли, постараемся сделать. Будет, будет в декабре, запишитесь, вебинар запланирован и состоится, вот, и даже пособие будет под новой моделью. Так, насчет вот в внешней политике. Понятное дело, что здесь сразу ученик вспоминает Казань, Астрахань, Сибирь, ну, с небольшими комментариями, потому что, понятное дело, что поход Ермака в Сибирь начался при Иване, что позволило присоединить, разгромить сибирское ханство, присоединить Сибирь. Да, то есть, мне кажется, здесь понятно и очевидно, что писать. В контраргументации против, вот здесь мы учебно используем, да, это просим. Какие факты вы еще помните? То есть, ну, это такое повторение, да, школьного курса, это и полезно использовать эти задания даже в таком контексте. Да, ну, Ливонская война, конечно же, сразу вспоминается, да, проигрыш в ней, и тут сам факт, что она велась 25 лет. Ну, а поскольку она была на западном направлении, то, естественно, это означает, что восточное не было в приоритете. А дальше ученики затрудняются. Действительно, точки зрения часто подбираются такие, где очень мало фактов, ну, можно вспомнить. Ну, что мы еще там вспомним? Ну, походы, набеги крымского ханства, да, то есть, это такой знаменитый факт, да, то есть, и там начало создания засечных черт при Иване Грозном. Да, то есть, это тоже хороший аргумент, ну, и часто иногда ученики вспоминают про активизацию торговли с Англией. То есть, экспедиция Ченслера, да, то есть, и, ну, то есть, то, что Иван IV рассчитывал с Англией торговать, а она явно не на Востоке. Вот. Ну, или, например, вот о том, что я говорил, да, по Екатерине II, но на поддержку прав дворянства. Ну, опять же, это такая моделированная точка зрения, что мы вспоминаем ее указы и жалобы, ну, указ о запрете жаловаться с учениками, да, на императрицы, на помещиков, право ссылать на каторгу, ну, и жалобы на грамоты, где там расширялись привилегии дворянства, да. Вот. А что ж, контраргумент их против. А здесь, ну, сразу вспоминается жаловая грамота городам, но надо пояснить, что она давала самоуправление, да, городам, не только дворянам. Это, наверное, хорошо и правильно. Вот дальше начинаются проблемы, да, то есть, но если ученики действительно, вот оно дифференцирующее, конечно, задание, мы же понимаем, что надо подумать, а в чем же, ну, то, что она ограничила дворянство, не было, да, то есть, таких, ну, можно, конечно, вспомнить, что она долгое время не решила, ну, несколько лет не подтверждала указ Петра Третьего о выходе, о вольности дворянской, да, но это очень редко кто вспомнит, да. А вот, например, манифест о свободе предпринимательства, да, это, пожалуйста, то есть, то, что предпринимательская деятельность была дарована не только дворянам, да, то есть, а любому сословию. И вот, вот есть факт, да, и, как бы, пояснение, что, да, тем самым другие слои получили какие-то права дополнительные, да, то есть, те же крестьяне. То есть, вот вам, почему Екатерина была не направлена только на дворянство. Вот, ну, то, что она раздавала, кстати, много крестьян, да, помещикам, это аргумент за, да, то есть, ну, ну, понятное дело, что предусмотреть все нельзя, да, то есть, когда там металлол выписывают, пишите, или, вот, во время урока очень интересно посмотреть, что же они будут использовать в качестве за и против. Если говорить, ну, вот, насчет реакционной политики, это, опять, для повторительного общающих уроков, либо для, да, повторить домашнее задание проверка, либо закрепление, вот на закреплении, да, в том же девятом классе. Пожалуйста, вот мы сегодня изучили после Отечественной войны внутреннюю политику, два за, два против. Какие факты, да, вот как раз очень уместно на уроке показать, как из фактов сделать объяснение, если вы это в девятом классе. Ну, при повторении, да, то есть, вот на углубленном уровне, в десятом-одиннадцатом, здесь уже немножко, вот, другая технология, ну, в другом моменте будет использоваться, но тоже вполне используется. Да, там, что, например, они часто приводят, какой факт, да, дарование Конституции Польши. Вопрос, а почему это не реакционные политики, ну, не доказывают, да, то есть, почему это аргумент против, докажите. Или военные поселения, а почему это аргумент за, то есть, построите объяснение, да, вот, вот, где самая большая сложность. То есть, факты, сначала мы подбираем факты, записываем на доске, например, да, то есть, а потом аргумент выстраиваем уже устно, вот, аргумент. Или по Александру Третьему, да, вот, за, пожалуйста, очень много фактов вам назовут, что не стремился, а в аргументации против, ну, мы с вами понимаем, что нужно будет помочь, наверное, да, то есть, допустим, что вам тут, фабричное законодательство было принято, да, да, то есть, действительно, впервые, да, Александр Второй не занимался. Или, допустим, то, что указ о переводе всех на обязательный выкуп, да, то есть, крестьян в 81-го года, что в 83-м у всех надо перевести на обязательный выкуп. Тем самым, и вот объяснение-то в чем? Что он продолжал, допроводил крестьянскую реформу, да, то есть, то, что начато было Александром Вторым, да, вот, преемственность показать в проведении реформы. А земская контрреформа, городская контрреформа, участковые, земские начальники, там, указ, манифест о незыблемости самодержавия, да, то есть, и так далее, положение о чрезвычайной охране, то есть, ну, много каких аргументов за, но вот, но дальше надо пояснять, да, в чем там суть, чтобы был выстроен аргумент. Опять же, в девятом классе можно делать, использовать такие задания, и тем самым вы себе облегчаете положение для тех, кто в одиннадцатом классе пойдет это. Не надо, конечно, использовать эти задания, наверное, как такой кнут, да, то есть, ну, обсуждать точки зрения, это мотивирует, это повышает интерес к истории, да, и показывает, что не все в истории однозначно. Да, то есть, потому что у нас есть, конечно, у всех свои позиции, да, например, вот по тому же внешнеполитическому курсу Горбачева, да, то есть, ну, надо понимать, что бывают разные точки зрения, ну, разные оценки. И вот эти точки зрения, опять же, дидактически, ну, вот, вот, как вы докажите, например, или опроверните, как вы считаете нужным. И можно выстроить такой элемент дискуссии, да, смоделированный после изучения. Или прочитайте параграф, ну, пункт, да, и, пожалуйста, да, то есть, вот, дистанционно, да, то есть, наверное, сейчас трудно, особенно, ну, допустим, вы будете изучать перестройку, да, в конце года, если дистанционно, то и те, кто не сдают ВИГ, наверное, не надо от них требовать всего знания, да, главное, сделать акцент на умение, поэтому можно дать задание, опережающее, прочитать параграф, а на уроке поработать с точками зрения или еще с каким-то заданием. Да, то есть, когда вы систематизируете их знания, а это, да, то займет 10-15 минут задание, и тоже хорошо. Вот, вот, так что вот. Ну, еще пару слов буквально о пособиях, да, то есть, чтобы, ну, как для многих, наверное, открытием было, что есть учебник, да, где мы, действительно, очень подробный учебник, где содержится вся, по сути, весь стандарт, да, то есть заложенный. И даже новая концепция, которая принята, да, то есть, ну, я посмотрел, там, ну, все есть, поэтому, ну, там, концепция почти не поменяла этот историко-культурный стандарт, вот, но об этом я, наверное, еще скажу потом, как-нибудь в декабре. Вот насчет исторического источника. Ну, вы можете использовать это пособие, опять же, источники найти с ответами для себя же, для удобства, да, для уроков, да, то есть, для дистанционных форматов, да, то есть, потому что ученики из УЧГДЗ-то, они найдут вам, да, а вот текст не так, ну, это требует большего умения, да, если вы вдруг отсканировали, отправили в качестве либо домашнего задания, либо на занятия разобрали, да, то есть, опять же, вы можете использовать, что они читают. Вот родители же жалуются, да, что очень много письменных заданий, да и вам, наверное, проверять это все невозможно, глаза сломаете, поэтому я бы вам советовал, как бы дать больше прочитать. Читайте учебник, да, то есть, там, занятия, вы, как бы, разбираете с ними материал, вот, и можете использовать эти задания, и вам будет видно, сделал ученик, понял, не понял и так далее. Ну, нужно, конечно, щадяще относиться, потому что, да, то есть, ученик все же не обязан знать, как себе выучить все, да. По войне, да, опять же, у нас есть пособия, да, то есть, это очень, ну, переиздание, там сделаны карты, да, то есть, не был недостаток, что в параграфах нет, ну, нет, достаточно карты, сейчас они вставлены там. Да, это действительно, ну, вот, был юбилей, у нас все говорят, юбилей, юбилей, вот, но никто не делает никаких учебных пособий, да, то есть, которые действительно повышают грамотность, осведомленность, да, то есть, для тех же олимпиадников, да, то есть, нужно использовать 17 параграфов, то есть, хотя бы, то есть, ученики иногда спрашивают, что почитать, вот, вы можете их ориентировать на вот это пособие. Действительно, представление о Великой Отечественной войне у них системное будет сформировано, и там очень много заданий, ну, это, да, проходите вы войну, сейчас, если будет переход на линейную систему, да, у вас будет много времени на войну, да, там есть 5 тематических тестов по 2 варианта. Один обобщающий по войне, да, такой контрольный тест, пожалуйста, да, опять же, выпадет, скорее всего, в 10 классе на конец года, да, дистант может быть, ну, в общем, придется там, то есть, тесты проверять проще, да, то есть, вот, ну, и плюс вся теория есть, то есть, можно как дополнение к учебнику, можно как... Элективный курс даже можно построить, да, то есть, например, взять по Великой Отечественной войне 17 параграфов, да, то есть, плюс практику, да, какие-то элементы региональной истории, проекты, и вот вам целый элективный курс на 25, там, часов, ну, и резервный, потому что, понятное дело, что что-то пропадает, ну, а так вы действительно все пройдете. Где-то двойные параграфы сделать. По заданиям 13-19 картография, да, то есть, аналога у нас мало, да, то есть, вот, можно использовать. Хронологически расставлю, все подробно. У многих пробел, опять же, с культурой. Пожалуйста, хотя бы, вон, обратите внимание учеников, прочитайте, да, там все основные изображения есть и тесты. Те, кто самостоятельно, ну, готовятся к ЕГЭ, их немного иногда в классах, но вы можете им просто дать пособие и проконтролируя, чтобы он сделал это и закрыл определенный диапазон заданий. По иллюстративному материалу тоже есть практику, но это, конечно, для учителя, для работы вы можете подобрать задания. Вот, ну, я, конечно, не на всех пособиях, вы можете посмотреть все пособия по истории, по обществознанию, да, там у нас большой выбор для разных целей. После января, наверное, уже будет актуально, да, третий тренировочных вариантов. Обращу ваше внимание, что 25-е задание в этой книжке, вот, как демо-версии, да, то есть, три личности, три процесса. Половина вариантов с личностями, половина с процессами, как это будет на экзамене, то есть, там будет не шесть, как бы, выборов, да, то есть, либо из личности, либо из процессов, а ученик получит перечень либо процессов, либо личности. Поэтому в этой книге половина процессов, половина личностей в заданиях, ну, сделано прямо вот, ну, и все остальные задания тоже. И мы не переписываем полностью, да, то есть, мы не ленимся, то есть, практически все варианты содержат уникальный контент, ну, новые задания, да, разнообразные. Ну, и тематические проверочные работы можно использовать в 10-11 классах, да, то есть, для диагностики и для проверки, вот, ну, здесь вы видите, да, уникальность в чем, да, что мы вот пошли как по ОГЭ, да, по тем тренингу, то есть, сделали такую тетрадочку небольшую, 10 вариантов всего, но, тем не менее, действительно, выполняет диагностирующую функцию. Прошли вы с древних времен до 16 века, дали контрольную, да, повторили 18-18 век, дали контроль, и вы видите обратную связь у вас, да, то есть, там нет заданий по другим периодам, да, там только 17-18 века, как усвоено, на какие умения стоит обратить внимание, что не усвоено, вот, ну, соответственно, 19-20 века. Вот, кстати, по 20 веку можно будет как итоговые контрольные давать, да, потому что в 10 классе 1-20 век на базовом уровне, вот, и, ну, в конце 11-го тоже какой-то контроль провести полезно, да, в формате ЕГЭ, да, конечно, оценки вы ставите, исходя из, ну, целесообразности, да, то есть, все же ЕГЭшникам побольше требований, те, кто не сдают, наверное, поменьше. Вот, ну, все ответы есть, поэтому удобно будет проверять. Так, ну, по презентациям это модератор скажет, да, то есть, ну, вот еще по первой части, да, тем тренинг и тематические задания базового повышенного уровня сложности, но об этих книжках я точно говорил много. Так, ну, сейчас я на вопросы посмотрю. Роман Викторович, обратите, пожалуйста, внимание на конверты с вопросами. А, сейчас, ой, точно, извините. Так. Так, Андрей Петрович насчет демо-версии 9-го класса общества знания, да, спрашивает. Сразу скажу о том, что вроде бы подписали, да, то есть, на сайте, вот, все они выложены, да, то есть, я, правда, не смотрел демо 9-го класса, но они должны были все, кроме информатики. Там по информатике есть при ЕГО проблемы, потому что в перевод в компьютерную форму, там еще будут апробации, ну, дополнения. А вот 9-й класс, по-моему, все подписали, просто общая была задержка со всеми, по всем предметам. Вот, только сейчас, ну, не знаю, я не думаю, что будет отличаться, на самом деле, от того, что есть в проекте. По 9-м классам все будет точно так же. Так, и, а вот, про список, да, исторических деятелей. Ну, ФИПИ здесь говорил о том, что Игорь Анатольевич Ахтасов сказал, что ни списка процессов, ни списка личностей не будет. Ну, чтобы ученики не натаскивались, а готовились, ну, непосредственно, знали материал. Но по списку личностей стоит сказать о том, что есть историко-культурный стандарт и есть практика все же преподавания, да. Да, вот из них и будут комплектовать. Ну, готового пока нет. Ну, мы сделали вот в пособии такой, знаете, список из 70 исторических личностей, которые, ну, мы ожидаем, ну, 2 из 3 точно в перечне у ученика будет, я так думаю, да. То есть, потому что, ну, все же, несмотря на то, что говорится о непредсказуемости, да, ну, мы с вами понимаем, что не такой большой объем у нас личностей, да. Да, вернее, объем-то большой, но тех личностей, которые подходят под те задания, которые есть в ЕГЭ, их не так много. Поэтому, вот, ну, вот, то есть, да, все будет разборно. Роман Викторович, поступил вопрос еще до начала вебинара, он звучит так. Как правильно аргументировать свою точку зрения на вопрос восстания Емельяна Пугачева, это крестьянская война или народное восстание? Крестьянская война или народное восстание? Крестьянская война или народное восстание? Ну, здесь, мне кажется, как вам сказать, пересекающееся значение, да, имеет. То есть, потому что, если мы говорим крестьянская война, да, то есть, мы подразумеваем, что, ну, крестьяне – это народ. Да, то есть, вот, в народном восстании я бы, как бы, приводил аргументы, что участвовали и крестьяне, участвовали и казаки, да, то есть, разнообразные слои населения, и национальные меньшинства, да, то есть, и чем они были недовольны, почему они участвовали. Вот. А если говорить о крестьянской войне, ну, это историографический такой советский оценка, да, то есть, ну, она на самом деле не подтверждена, потому что в основном-то казаки как раз участвовали, да, ну, крестьяне участвовали активно, да, надеялись, что будет отмена крепостного права. Ну, здесь надо просто подобрать факты, да, то есть, вот, ну, как-то так. Ну, сейчас, на самом деле, ну, даже не народное восстание, это пишется крестьянско-казацкое восстание, да, то есть, концепцию крестьянской войны, да, то есть, о масштабе, да, от нее отказались, ну, потому что это такая была советская парадигма, да, показать народу, что самодержавие у нас ухудшает все время положение народа, и вот там все время идут понарастающие эти восстания Болотников, потом, там, Разин, и, наконец, это, вот, казао-последняя христианская война под руководством Пугачева, вот, так, ну, наверное, ну, в меру своего ответил, да, вот еще у вас вопрос, да, про монголо-татарское владычество. Смотрите, да, ну, рекомендуется использовать, в стандарте, по крайней мере, используется монгольское нашествие, да, то есть, или батыево нашествие, то есть, что монголы пришли, вот, а что касаемо иго, иго в кавычках использовать можно, но не монголо-татарское, а ордынское, если вы уж хотите, да, то есть, потому что, ну, в Орде, ну, в Орде, там монголов-то практически уж не осталось, они были быстро достаточно ассимилированы за счет браков и жизни, за счет браков, ну, и местного населения. Поэтому, либо мы говорим, это ордынское иго, но пишем в кавычках, либо так, как в стандарте, ну, было, или, которая сейчас часть концепции, ее, наконец-таки, когда-нибудь министерство опубликует, и тогда ссылку я вам могу, буду на официальный источник дать, и там написано, что это система зависимости Руси от Орды, ну, или от Золотой Орды, система зависимости, вот, поэтому монголо-татарское владычество, ну, лучше не использовать, ну, конечно, никто, ученику, кстати, не снизят балл на нигде в ЕГЭ, если он напишет монголо-татары, да, то есть, это считается, что, поскольку высказывается, да, то есть, то можно использовать, но, вот, если подходить с точки зрения современных историков, да, то есть, татарский компонент, ну, не использовался, да, то есть, современные татары не относятся к монголам, к тем монголам, которые пришли, да, поэтому, вот, лучше заменить на, либо Батыеву нашествие, монгольское нашествие, или ордынская зависимость, когда появилась Орда. Так, ну, вроде бы, ответил. Роман Викторович, ну, ни один вопрос не остался без ответа, я думаю, мы можем попрощаться на этом. Всем большое спасибо, да, то есть, если у вас будут вопросы, вы можете прийти в следующий раз задать, да, то есть, у нас еще две встречи до Нового года, вот, и я с радостью отвечу. Всем большое спасибо за участие, и я желаю здоровья, да, то есть, и крепких нервов в нынешних условиях. Ну, что ж, уважаемые участники, наш вебинар...